Летом в Самаре работало 186 лагерей с дневным пребыванием. За время каникул в них отдохнули 15 228 детей. От города работало 6 детских центров с 5-разовым питанием, в том числе Заря, Арго, Авангард Самара, Центр Мужества. Об этом говорили на еженедельном совещании в мэрии. В ходе проведения муниципальной программы «Мы разные, мы равные» была организована профильная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья для 20 человек. В Мао-Олимп в рамках летней оздоровительной кампании прошли учебно-тренировочные сборы для 1173 воспитанников спортивных школ. Всего было 7 смен по 12 дней. Сборы проводились по греко-римской борьбе, вольной борьбе, лыжным гонкам и другим направлениям. В этом лагере отдохнули более тысячи детей. Заняться спортом минувшим летом могли все желающие. Различные активности были организованы во всех концах города. В общей сложности в них приняли участие около 20 тысяч человек. Одним из ярких событий этого лета стал День физкультурника. В нем приняло участие более 15 тысяч самарцев. Праздник Самара-Оупен собрал более 1100 участников. В акции «Приходи на пляж, поиграем» приняли участие более 20 тысяч человек. Всего за лето было проведено 13 общегородских массовых мероприятий с общим охватом более 29 тысяч участников. В рамках второго направления на спортивных площадках, которые были в этом году организованы на площади Куйбышева, на второй очереди Набережной, а также в парке Гагарина, федерациями по видам спорта, а также фитнес-центрам были организованы различные занятия по зумбе, фитнесу, скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике и другим видам спорта. Участие в наших акциях приняли порядка 20 тысяч человек. Не остались в стороне этим летом и учреждению культуры, библиотеки, музеи, театры, дома культуры. Их сотрудники провели во дворах и в пришкольных лагерях в общей сложности 1880 мероприятий, в которых приняли участие 81 687 человек. Но самые яркие события культурной жизни города минувшего лета – это первый детский фестиваль «Пусть всегда будет детство», который был подготовлен совместно с киностудией «Союзмультфильм» в Струковском саду. И музыкально-патриотический фестиваль «Виват России», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. В фестивале принимали участие 14 детских и юношеских духовых оркестров «Самара», «Тольятти», «Слезреник», «Кенеля», «Красного Яра» и «Георгиевки». Этот проект реализовывался за счет средств федерального гранта и в том числе средств городского бюджета. Все мероприятия проводились учреждениями за счет основной деятельности. Отдельное внимание минувшим летом было уделено трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На эти цели за счет трехуровневого бюджета было предусмотрено 25 миллионов 205 тысяч 800 рублей. Летом было трудоустроено 3 тысячи 12 человек. Из них 1805 ребят – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дверь для них распахнули 135 предприятий. Но на этом возможность поработать не закончилась. Желающих еще ждут сентябрьская и октябрьская кампании. Виктория Шарая, Константин Головин, События.